Привет всем, я Наташа Влащенко, и, как всегда, «Ты преисподняя» в этот день выходит, и мы опять с вами будем рассказывать о стыдных историях «Исподней» и «Преисподней». Тут как бы у нас новостей каждый раз очень много, и я думаю, что это вообще все, что происходит с Россией. Сегодня можно квалифицировать под хэштегом «Больше трэша», «Больше ада». Они прекрасно с этим справляются. Ну, одна из самых смешных историй этой недели – это, конечно, зерновая сделка. Путин буквально там несколько дней назад вышел на ванцену, отставил ногу и сказал, что «Ах так, вы тут в Севастополе? У меня там грозите мне, да? Черт, чем занимаетесь? Я выхожу из зерновой сделки». Он думал, что все прибегут, что Эрдоган засуетится, скажет «Володя, ну ты чё, не психуй, давай как-нибудь тут порешаем». А Эрдоган сказал, что «Да ради бога, не проблема, я являюсь гарантом зерновой сделки, мы будем продолжать вместе с Украиной и с ООН». И, собственно, корабли вышли и пошли себе с зерном. И тогда там что-то перемкнуло у Путина, и вот заикаясь и попукивая, он сказал, что «Не-не-не, наверное, мы всё-таки будем участвовать». Вот посмотрите, это очень смешное видео, когда он прям не мог найти слов эквивалентных для того, чтобы объяснить, а как же тут вышли, тут зашли. «Объявленному прекращению нашего участия в зерновой сделке, то есть в сделке, направленной на, как было заявлено изначально, на помощь беднейшим странам мира». «Как мне сегодня кто-то из знакомых сказал, что-то напоминает старый детский анекдот о том, что мужику звонят в дверь, говорят, «Слушайте, вы будете участвовать в групповухе?» Он говорит, «Ну, буду, конечно, только тихо, у меня там жена дома». Он говорит, «Ну, отлично», говорит, «А он, кто ещё участвует?» Он говорит, «Ну, как кто? Вы, я и ваша жена». «Так, подождите, я так не согласен». «Ну, тогда я вас вычёркиваю». Родоган спокойно сказал, «Ну, тогда я вычёркиваю тебя, и всё, мой друг». И он всё-таки вернулся назад, так сказать, в сделку. Честно говоря, Путина уже не стесняясь троллят все. И Эрдоган, который дал ему такую затрещину на весь мир, после которой, ну, честно говоря, я не знаю, как он опомнится. В ООН уже не стесняясь его троллят, да. Вот этот кадр, когда одна из представительниц стран просто уже откровенно говорит, летучие мыши и птицы не соблюдают суверенной границы так же, как и Россия. Посмотрите это видео. «Россия предупреждает, что биологические патогены будут разносить летучие мыши, птицы, комары. Только летучие мыши и птицы не соблюдают суверенные границы, так же, как и Россия». И еще я сейчас вам покажу одно видео обязательно, потому что оно интересно. Представитель Албании, который всегда сидел тихо и, собственно говоря, особенно не отличался там яркими речами, вдруг возмутился и сказал, да сколько мы будем слушать вот эту хель. Ребята, это уже который день нам представители России рассказывают то про боевых комаров, то про летучих мышей, то про каких-то собак, то еще там про какую-то живность. Мы здесь вообще для чего собираемся? У нас что более, ну нет более серьезных разговоров? Так вот я задаю вопрос, что Совету безопасности нечем больше заняться. Мы не можем подыгрывать этой пропаганде просто потому, что Российская Федерация предпочитает выступать, упиваться своими речами и искажает реальность. И, честно говоря, судя по тому, как все отреагировали на этом заседании, все с ним согласились. Командующий украинской армии Залужный сказал, что недавно, когда давал одно из последних своих интервью, сказал, что войну мы ведем не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев. И это действительно правда. И он сказал о том, что такое давление может выдержать далеко не каждая страна в мире. И только, например, там несколько дней назад противник применил по такой очень массированной бомбежкой, собственно говоря, продолжает понедельник, вторник, да, бомбежку по гражданским объектам Украины, по инфраструктуре. 55 крылатых ракет, беспилотников огромное количество, вот эти шахиды, да, и так далее. Но все практически было сбито, как говорят, из 55 сбито было 40. И, как говорит Залужный, не знаю, как кто, но мы держимся. А мы знаем, как кто. У нас на многих, на многих квартирах отличает на много часов свет. У нас часто бывает, что нет интернета, идет зима. Но люди не покидают Киев, потому что знают, что это их страна, это их город. Люди не покидают Украину. Это очень важно для нас, потому что мы верим, что украинская армия выстрелит. Более того, украинская армия вытесняет врага с наших территорий. Уже десятки, около сотни уже населенных пунктов освобождено. И чтобы там не блеял Путин про Черноморский флот, про возвращение к зерновым инициативам, про то, что мы там уходим из зерновых инициатив. Чтобы не писал сумасшедший пьяный Медведев такое, честно говоря, ощущение, что он такие не в себе, мы все равно продолжаем побеждать. Военное превосходство Украины не вызывает ни у кого никаких сомнений. А на твиты Медведева, мне кажется, смеется весь мир. Вот один из последних твитов. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта. Что он имеет в виду? Но этого мало, он продолжает. Цель Украины в войне названа киевским режимом. Возврат всех ранее принадлежащих ей территорий. Ну что здесь удивительного, да? Возврат принадлежащих ей ранее территорий. То есть отторжение их от России. Ну, Медведева, ты так думаешь. Ну, если бы завтра, как сказал один, по-моему, это Марк Фегин когда-то сказал, если вы будете объявлять территорию России все, где вы сели посрать, то, конечно же, так можно весь мир объявить территорию России. Но согласен ли будет мир с этим? Вот вопрос в чем. Поэтому сколько бы он не угрожал ядерной войной, потому что, вы помните, во время Валдайской речи Путин сказал, ну, мы не собираемся, но ведь если ядерное оружие есть, то рано или поздно оно может быть использовано, капитан Очевидность. Или вот Медведев пишет, и кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать. Конечно же, Европа. Что это как непрямая провокация, пишет он, только потому что Украина бьется за свою страну. Конечно, защищает свою страну, свой дом. Это прямая провокация. Кто с этим будет, так сказать, спорить или возражать? Безусловно. Странная история произошла с Тиньковым, с банкиром Тиньковым. Он написал пост большой о том, что он отказывается от российского гражданства. Пост очень был такой желчный. Вот я сейчас вам покажу, хоть он и ее, так сказать, этот пост свой убрал. Но скрин мы сохранили. О том, что он не может быть гражданином страны, которая занимается убийством много лет, которая там еще чем-то таким занимается. Но, тем не менее, на утро этот пост исчез. Чем удивил всех очень. И, как говорят некоторые комментаторы, что Тиньков, к сожалению, Тиньков, который всегда сотрудничал с режимом, перед тем, как переселился за границу. То есть он плоть от плоти Санкт-Петербурга. Конечно же, нет сомнений, что он знаком с Санкт-Петербургским ФСБ. И не только может быть Санкт-Петербургским. Поэтому ему, по всей видимости, позвонили и сказали, что знаешь, что, милый друг, ты перестань заниматься этой чепухой, перестань чудить. Или же, мы знаем, что у нас тут есть с американским правосудием ты договорился, а вот с российским муж не договорится. И пост исчез. Ну, к сожалению, это, знаете, я бы, может, и не вспоминала об этой истории, но мне кажется, что она очень отражает те кондиции, в которых находится российская элита в принципе. Они никак не могут догадаться, да, они никак не могут прийти к выводу, а на скольких стульях сидеть. С одной стороны, вроде бы войну ведет и государство, это нехорошо. С другой стороны, деньги теряются, это обидно. С третьей стороны, отгорает под задницей, потому что на каждого ФСБ есть бумажки, тоже плохо. Как тут быть, неизвестно. Лучше накрыть голову, знаете, каким, не знаю, материалом, пуле не пробиваемым, и сидеть тихо. Сидеть, вот как там в детстве говорили, там, с играющим очком, да, вот, и не высовываться. Вот так они и поступают. Хотя довольно дерзко себя ведет вот это путинское окружение, которое замазано кровью, да, когда, там, Пригужин называет Владимира Зеленского, там, когда твердым, прагматичным, симпатичным, что он хочет сказать, этим непонятно. Когда вдруг Путин меняет риторику и говорит, называет не украинские нацисты уже, как он делает о восемь месяцев, а украинские партнеры. Вдруг возвращается к какой-то давно забытой риторике. Поэтому, конечно же, им страшно, конечно же, им плохо. И, знаете, когда Маргарита Симоньян говорит о том, что я бы очень хотела, чтобы наши дети, эта война идет за то, чтобы наши дети были такими, как мы, а не такими, как они. Эта война идет за наше право, чтобы наши дети были такими, как мы, а не такими, как они. Это пропасть между нами и нашими детьми, и ими, и их детьми, ментальная, культурная пропасть. То это уже приговор всей системе. Потому что, когда родители хотят, чтобы дети были такие, как они, Это значит, что они просто останавливают прогресс. А уж быть такими, как эти фашисты, то, конечно же, мы понимаем, что ждет несчастных детей и внуков Симоньян. Впрочем, мне кажется, ей это совершенно по барабану. Вообще, в принципе, по барабану. И тут, знаете, на этой неделе мое внимание привлек пост Ильи Яшина, который сейчас сидит в тюрьме. Путин его закрыл, и Яшин решил не уезжать из Украины. И он следующее в содержании. Он говорит, Яшин, Дима Гудков, когда ты мне рассказал историю своей юности, когда он там на дискотеке, его какой-то друг вышел и отхватил тюлей. Ну, там было другое слово, но будем называть в нашем рассказе это тюлей. Он пришел, рассказал об этом Гудкову. На танце. Гудков выбежал с ним с тем, чтобы поквитаться с обидчиками. Но нет, они все равно получили тюлей оба. Но тут, так сказать, Гудков решил не сдаваться. И они поймали такси. Нет, они выбежали на улицу, извините, я неправильно рассказываю. А обидчики уже слиняли, так сказать, уехали там на какой-то ладе. И тогда они поймали такси и решили гнаться за обидчиками. Вот Гудков со свойственной ему самоиронии назвал это такси за тюлями. Ну, там по-другому, да. Вот так Яшин говорит, вот мне кажется, что Путин как раз себе нанял такое такси. Ну, и это так действительно. Только я думаю, что, конечно же, своих тюлей он отхватит. Другое слово напоминаю. И что это мне подсказывает? Что это будут его последние, так сказать, тюли, которые он получает в этой жизни. Потому что война в Украине закончится и для России. Очень печально. Закончится распадом не только режима Путина, но и той страны, которой она была много-много лет. Закончится распадом империи. Вот, собственно говоря, какое сподние сегодня в этой преисподней. Увидимся обязательно в следующей неделе. Слава Украине, друзья мои! Продолжение следует...